Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Выкладывая дело в долгий ящик, начнём, пожалуй. Слетал я на визитацию в Краснодар. Из-за пандемийных годов я не был на визитации больше года. Наверное, даже два года я никуда не выезжал. Но тут уже, что называется, пора как-то выходить из тени. Понятно, что всё это с нами надолго, и поэтому, если есть возможность, то надо ехать. Я поразился. Я летал один раз зимой, летал в Тольятти, там по делам и навстречу одноклассников. И зимой прям лететь было так вот всё строго страшно. Народу было очень немного, самолёт был не до конца заполнен. И очень строго следили за тем, чтобы маски все надевали. И даже предупреждали, если вы не согласны с тем, что маска должна быть на носу и на рту, полностью закрывать нос и рот в течение всего полёта. Кроме того времени, когда ты ешь, если не согласен, то прям покинь самолёт сейчас. И стюардессы имели право вызывать полицию, и прям вот снимали людей с рейсов, кто отказывался. Всё было строго. Сейчас, по сравнению с зимой, всё очень либерально. Народу битком, самолёт вот вообще прям битком ни одного свободного места. Маски все носят на подбородке, не требуют. И я летел ещё последний день, был QR-кодов. Вот все места бесплатные, да, вот в зале ожидания вообще просто заняты, ни одного нет. И меня спасло только то, что у меня был QR-код. Рестораны ещё были полупустыни. И я вот посидел в шоколаднице в аэропорту Домодедово. Аэропорт Домодедово. Хороший аэропорт. Хорошее место, чтобы начать путешествие на визитацию в Краснодар. Кстати, решил провести эксперимент. Не распечатывать посадочный талон. То есть, я зарегистрировался онлайн. У меня в телефоне был посадочный талон на экране. Но в Москве-то и не должно было возникнуть проблем. Я вот думал, как в Краснодаре. Да, то есть, ничего страшного. И в Краснодаре никто не потребовал распечатывать талон. Я просто показывал телефон, там, сканировался и всё это делал. То есть, прекрасно. Я совершенно без бумажек вспоминаю свою юность. Когда нужно было отстоять очередь в кассу. Тебе давали такой билет. Билет надо было хранить, как зеницу ока. Сейчас у меня только телефон и паспорт. И всё. Больше ничего не нужно. Значит, в Краснодаре была 40-градусная жара. И это было просто невыносимо. А вот отец Ярослав меня встречает. Но благодаря щедрости отца Ярослава, принимавшего меня просто на высшем уровне, я жил в отличном отеле с кондиционером. Ну вот мы с отцом Ярославом решили тут поесть. Так, всю эту еду нам тут вот принесли. Хорошо. Салатик такой. Простенько всё. Спасибо. Ну, за встречу. Отлично всё. В общем, потрясающе. В доме, где проводится месса, также есть кондиционер. В машине, такси, в самолёте везде кондиционер. Поэтому, в принципе, можно так перенести 40-градусную жару. Но всё равно от жары устаёшь очень сильно. Вот она как-то давит прям бременем. То, что вот жарко, 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 чуть-чуть вышел тут. Ну, то есть, везде ты как-то спасаешься от жары. Очень изматывает это. Поэтому у нас была месса такая необычная. Нужно было покрестить. Мы крестили 6 детей. Мы поставили одного околита. У нас довольно-таки насыщенная была программа. И все очень устали всё равно от жары. Тем более, крестились на улице. Значит, и Тамара у нас, да? Я крещу тебя во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Ну, вот, отец Ярослав сделал такой баптистерий, поставил. Вот. Но часть детей всё равно мы крестили обливанием маленьких. Потому что, ну, там, погружать в этот баптистерий – это лишняя травма для детей. Но, тем не менее, и старших покрестили погружением, и младших – обливанием. А 6 человек крестили, 7 человек мир помазали, поставили околита. То есть, экстраординарного служителя Евхаристии. А потом, после богослужения, я встретился с чудесными друзьями-протестантами. С Юлькой, с Колей, с Леной. Мы прекрасно посидели, пообщались. Ну, и я побежал на самолёт, потому что уже надо было улетать. Наш краснодарский приход потихонечку развивается. Уже там они купили отдельный дом для богослужений. Пока ещё он не вполне готов. Богослужение проводится в другом месте. Но, тем не менее, потихонечку дело пойдёт. Благослови Бог, отец Ярослав, матушка Анастасия, и дети, и прихожане, и друзья. Всем большое спасибо. Классно было побывать в Краснодаре. Тут недавно мне пришёл комментарий на одну из моих прошедших программ, где я говорил о Борисе и Раисе Бережных, об их смерти от ковида. И я просто поражаюсь, насколько нужно не иметь ни сердца, ни мозгов, чтобы использовать смерть людей для продвижения каких-то своих идеек. Я просто в шоке. Пришёл комментарий. А вы знаете, что они привились, что после прививки они умерли. Поэтому нельзя ни в коем случае прививаться и так далее. Слушайте, ну, помолчите хотя бы вы на этот счёт. Ну, что такое? Ну, нельзя ни злорадствовать здесь, ни продвигать свои идеи. И вот Андрей Борисович Бережной, дорогой мой друг, он даже специально выпустил такой постинг в Фейсбуке. Друзья, так как появилось много домыслов и ложной информации о причине смерти моих родителей, я решил озвучить её тут. Многие мне звонили и уточняли, делали ли мои родители вакцинацию перед тем, как заболели. Мой ответ – нет. Они заболели ковид-19 и ушли к отцу от осложнений, возникших в процессе лечения. Они оба были на ИВЛ, и у мамы случился сердечный приступ, а папины лёгкие не справились даже на аппарате. Всем тем, кто воспользовался нашим горем, чтобы продвигать свои мысли и идеи, хочется сказать – проявите хоть каплю уважения и перестаньте это делать. Мне нечего добавить к словам моего друга. Прекратите вот эту мерзость, пожалуйста. Естественно, я комментарий тот удалил, комментатора забанил навечно, потому что это хамство невероятное. Ну и опять же, вот умер человек, Пётр Николаевич Мамонов. И тут же вот прям как-то я столкнулся просто с какой-то невыносимой вот этой вот мерзостью в комментариях и так далее. Ну, во-первых, очень многие не поняли песню. Я тут же записал песню, потому что, ну, я не знал, что сказать. Я мог спеть только песню Петра Николаевича. Одну из моих любимых – «Досуги-буги». И все там в комментариях ополчились, а что это? Чуть-то поэзия, разве это же как-то искусство? Это что это такое? А в чём там смысл? Это вот чё-то… Ну, слушайте, я, во-первых, поразился вот этому уровню бескультуры и безграмотности. И, ну, какому-то, что ли, ну, вот этому чисто такому неопротестантскому неумению видеть вторые смыслы, третьи смыслы, что называется. Ну, то есть воспринимать поэтический текст, ну, так как он написан автором. То есть всё время кажется, что этим людям понятно только одно. Им должен выйти проповедник с Библией и всё объяснить. Вот эта строчка, вот это обозначает, это, вот это. Давайте я так и сделаю. Вот Библия, вот если вам так удобно, я на любом месте её раскрою, просто чтобы она вот здесь была. И давайте я как проповедник попытаюсь объяснить, но если непонятно, ну, надо же объяснять, потому что тут началось. Да как это так, да вы служитель церкви, а тут досуги-буги. Значит, сатирическая стрела этой песни направлена против человека, который решил удалиться от людей и очиститься. Причём это очищение привело его к полному расчеловечиванию. Началось всё с банальной заботы о здоровье. Он перестал курить, пить и начал ходить в спортивный зал. Потом, ну, он бросил работу, потому что не захотел больше себя ассоциировать с быдлом, вот с этими рабочими. Он посвятил себя только высокоинтеллектуальному труду, в частности, решению кроссвордов. Потом он купил себе фотоаппарат. И здесь автор талантливо прозревает хипстерскую культуру, которая появится гораздо позже написания этой песни. Пределом мечтаний такого человека становится вожделенная чистота под ногтями и упадническое бегство от реальности, выраженное в заморском танце буги-вуги. Постепенно мы видим, как желание быть по-фарисейски чистым приводит человека к сильнейшей деградации. Он уже не хочет видеться с женой. Он вытаптывает зелёные насаждения, гуляя по траве. Постепенно мы видим, что даже на физиологическом уровне с ним происходят губительные перемены. Он желает продать пальто и танцевать буги без пальто. То есть и мороз ему уже нипочём. То есть в своём желании отгородиться от людей и стать по-фарисейски чистым, он утрачивает, собственно, человеческую сущность. Его покидают друзья. И единственное, о чём он жалеет, что ему не разрешают жить в музее, где он бы продолжил предаваться танцам буги-вуги с чучелами. То есть с равными ему по опустошённости и перерожденчеству существами. Аминь. Так понятней? Ну что это вообще такое-то? Ну почему нужно объяснять-то такие простые вещи? Ну да ладно. Не поняли антифарисейскую песню. Это вообще моя любимая антифарисейская песня. Но ещё грустнее, когда там один пожилой человек несколько цитат Петра Николаевича Мамонова там у себя в фейсбуке поместил. И тут же человек с подростковым таким максимализмом бестактно начинает спорить с автором постинга. Там вспомнилась цитата Петра Николаевича про некоего человека, безбожника, который пожертвовал своей жизнью ради спасения молодых ребят-воинов. То есть какой-то полковник закрыл своим телом гранату, чтобы спасти молодых ребят. И Пётр Николаевич говорит, что он отправится в рай, хотя был коммунистом и безбожником. И пожилой человек просто размещает эту цитату, и в комментарии просто приходят несколько молодых хамов, которые, видимо, не понимают, что вообще дурной тон критиковать автора постинга. Просто, ну, если у тебя есть какое-то мнение, ну, напиши у себя что-то в фейсбуке. Ну, не надо здесь вот эту молодостарческую инквизицию разводить. Тем более, что автор постинга в два раза старше тебя. А уж тем более, вот эту историю, которую привёл Пётр Николаевич, ну, может быть, не подумав, что-то там сказал, действительно не совсем согласующийся с христианской догматикой, сатериологическими какими-то истинами. Но нельзя же притчевый дискурс толковать как проповедь или как учебник по сатериологии. Это же, во-первых, просто германифтический нигилизм. Ну, перегнул палку человек в некоторых деталях. Но, к тому же, на самом-то деле, это ведь вопрос, который многократно обсуждался у отцов в церкви. А какое таинство происходит с душой человека в момент смерти? В момент вот этого самого перехода? Если человек жил по совести, а ведь пожертвовать собой его могла побудить только любовь. Тем более, человек там ссылается на слова апостола, если тело моё отдам на сожжение, а любви не имею. Говорит, у него же не было любви ко Христу. Да и там не про любовь ко Христу, там вообще про любовь апостол Павел пишет. Причём здесь любовь ко Христу? У человека была любовь к вот этим ребятам. И кто знает, может быть, в ответ на эту любовь Господь в момент перехода посылает своё особое откровение человеку. Как сотнику Карнилию, который добрые дела творил, и добрые дела были вспомянуты, и был послан апостол Пётр для того, чтобы благовествовать ему. Как знать, может быть, вот этому безбожнику, коммунисту Бог пошлёт ангела или сам Духом Святым обратиться к нему. Да, мы не знаем, Пётр Николаевич отвечал утвердительно, но у отцов церкви достаточно рассуждений на эту тему, что такое вполне возможно и такое бывало в истории церкви, когда человек, будучи язычником, безбожником, например, видел там мученическую смерть какого-то христианина, так вдохновлялся ею, что сам шёл на смерть, тут же на мученическую, исповедав Христа. Ну, а этот человек, может быть, и не успел исповедать, слишком быстро взорвался. Но вот в тот момент перехода не замедляется ли время, не касается ли Бог как-то своей благодатью, это на самом деле ведь сложный вопрос. И уж точно не стоит с фарисейской младостарческой интонацией поучать человека, который в два раза тебя старше. Это просто по-хамски, это просто неуважение к покойному, это неуважение к его вере. Ну, помолчи в тряпочку, ну или у себя, по крайней мере, что-то напиши. А мысль-то на самом деле там ещё и такая, что дела искренние, слов и поступки совершать тяжелее, чем говорить какие-то слова, ведь контекст-то об этом. Ну, понятно, что я бы, может быть, сказал не так, а я всё-таки служитель церкви, а дядя Петя вот сказал так. И что теперь? Дядя Петя настоящий верующий, дядя Петя Мамонов. А я надо ещё два раза посмотреть, несмотря на Панагию и Митру, потому что, как пелось в одной песне, грехов моих много и тёмных дух. Я не понимаю, искренне не понимаю людей, которые вот начинают вести себя отвратительно даже у могилы. Ну, поимейте хоть каплю уважения, помолчите, прошу вас. Меня это очень задевает заживо. Конечно, светскими изданиями эта новость осталась незамеченной, и немножечко побурлили христиане, что называется, кто в теме. Потому что Папа Римский опубликовал своё очередное послание, в котором, ну, запретить вроде не запретил, но, скажем так, серьёзно ограничил использование триденской мессы. Понятно, что он написал, что это связано не с тем, что месса там плохая, ну, типа как. Вот было время, когда триденская месса была единственным выражением вот нашего литургического богословия, практическим выражением. И мы желаем, чтобы теперь нову сорда, поскольку это детище Второго Ватиканского собора, была единственным выражением нашей ординарной литургической жизни. Ну, вот, теперь, чтобы служить триденскую мессу, нужно будет особое, там, разрешение епископа. Это прям должно быть очень и очень, ну, как-то сложно регулироваться. Проще служить нову сорда. И, конечно, папа там пишет о том, что, да, с нову сорда тоже есть проблемы, некоторые ею злоупотребляют, некоторые решили, что теперь можно вообще литургическое творчество направо и налево своё реализовывать. То есть, каждый священник что-то добавляет, прибавляет, и иногда это совершенно неблагоговейные и какие-то даже уродливые формы принимает. Но, типа, с другой стороны, у нас, кажется, назрел раскол на тех, кто считает истинной только триденскую мессу, старую, а новые обряды считает нецерковными, неблагочестивыми, уродливыми. От них надо, дескать, отказаться. Не нужно, потому что истинные католики только триденскую мессу служат. И я всё это читаю и думаю, боже мой, ну, как же это ужасно, как же это, опять же, всё неправильно, ну, так не должно быть, ребята. Ну, ведь понятно, что вот папа Бенедикт XVI, когда говорил о том, что давайте свободно служите кому нравится, да, ну, так, я всё упрощаю, да, понимаете, да, свободно служите триденскую мессу, вот. Он-то думал, что все так вот с открытым сердцем действительно всё это дело воспримут и скажут, ну, да, кто-то служит Моусорда, кто-то триденскую мессу, но мы все друг друга любим, все друг друга считаем церковью. Но, конечно, в РКЦ очень сильны вот тенденции лифевристов. Есть диваконтисты, которые говорят, да, новый обряд не спасителен. Всё это, конечно, напоминает и раскол XVII века в русской православной церкви. И, типа, вот, чтобы не допустить такого раскола, везде вводим, значит, одну мессу. Ну, это, по-моему, всё равно, что костёр тушить бензином. Вот я всё больше и больше разочаровываюсь в действиях папы Франциска, ну, потому что это, конечно... Вот по поводу благословения гей-браков ничего он не сказал. В этом он опасности никакой не видит. А в том, что кто-то там, значит, любит триденскую мессу, он видит огромную опасность. При этом всем же были разосланы анкеты. И самое главное, что почему-то особо нигде не публикуется, кто и как отвечал на эти анкеты. А я бы очень хотел посмотреть на статистику по российским, например, приходам. Кто где, какую мессу служит, как часто, где растёт приход, где приход умирает и так далее. Это вот всё было бы интересно. Уж если делать такие вещи, то их нужно делать абсолютно прозрачными. Конечно, совершенно не дело, когда внутри церкви создаётся секта с истинно правильной мессой, а всё остальное объявляется безблагодатным. Такое есть и в православных церквах. Сейчас, на самом деле, вот многие ратуют за то, что давайте переведём богослужение на русский язык. И я очень боюсь, я люблю богослужение на русском языке. Я рад бы, чтобы в православии такое появилось. Но я знаю, что тут же возникнет такое крыло традиционалистов, которые скажут, ну, это истинное православие, это всё обновленцы, фу, уходите. При том, что даже этих пусть традиционалистов будет мало, но они будут создавать довольно такую сильную, что ли, фон, такой звук будут очень сильно издавать. И будет складываться впечатление, что кроме них никого больше в церкви нет. Возможно, у Франциска сложилось такое ощущение. Действительно, ему, похоже, традиционалисты досаждают, они ему не нравятся. Он их всячески хочет прищучить, а либералов всячески поощрить, дать им зелёный свет вплоть до разрешения благословения гей-браков. Молчаливого пока такого разрешения. И, конечно, всё это дрейфует в сторону такого крайнего либерализма женского священства, одобрения гей-браков, даже какого-то вот одобрения иногда идолопоклонства на фоне того, что, ну, это местные традиции, помните всю эту жуткую историю с почамамой. Проблемы в РКЦ, конечно, очень серьёзные. И я рад, что мы такие консервативные католики, старокатолики, которые пожимают плечами, глядя на всё это. Потому что у нас в составе нашей церковной провинции легко и радостно позволено служить и старым обрядам. Пожалуйста, кто хочет служить Тридемскую мессу, кто хочет служить Ноусорда. Никаких проволочек бюрократических нет. Вот пишите мне, там священники пишут, спрашивают благословения. Я легко благословляю на все древние проверенные временем литургические формы. И здесь ситуация такая о том, что мы пытаемся вместе как-то служить Богу, не упускать из фокуса тот факт, что мы служим Богу и помогаем людям нашим богослужениям. И наши внутренние разборки, переходящие иногда, к сожалению, в мордобой, на самом деле приводят к печальным результатам. Вот этого я очень не люблю и очень не хочу, чтобы сейчас наметилась ещё одна линия разлома в РКЦ. Это очень и очень печально. Я люблю Рим-католическую церковь и молюсь о ней всегда. Люблю православные церкви, восточное православие, молюсь о них. И так хочется, чтобы мы все жили дружно. Но как мало вот таких призывов сегодня. В основном, даже то, что рядится под благодушие, радость, любовь и принятие, на поверку оказывается банальным либерализмом, который, на мой взгляд, ведёт только в ад. А то, что иногда рядится под консерватизм здорового человека, нередко оказывается фарисейством, ведущим по тому же адресу. И хрен оказывается не слаще редьки в который раз. Да, а тут Люфтганза теперь отказалась именовать своих пассажиров при помощи гендерных определений. То есть, теперь она не будет обращаться к пассажирам дамы и господа, а будет использовать гендерно-нейтральные выражения. Но мне это сразу напомнило СССР, где было гендерно-нейтральное обращение к любому человеку. Товарищ, товарищи, дорогие товарищи. Поэтому, здравствуйте, товарищи, хочу предложить Люфтганзе уж тогда далеко не ходить. Слово «комрад», то есть, на всех языках европейских более-менее гендерно-нейтрально звучит. Поэтому, если будете лететь в Люфтганзе, не удивляйтесь, что скоро услышите до боли знакомое «здравствуйте, дорогие товарищи». Но, на самом деле, это всё было бы смешно, если бы не было грустно. Это то, к чему ведёт вот этот либерализм в Европе, заигрывание с нравственным релятивизмом, с нравственной относительностью, дескать, как хотим, так и именуемся. А всё это не больше, чем бунт, на самом деле, против Бога. Ну и, на самом деле, здравомыслящим людям это не нравится. Они просто не понимают, почему им это не нравится. Они говорят, ну, мы просто хотим, чтобы мужчин называли мужчинами, что здесь плохого, а женщины – женщинами. А вот либералы говорят, да вы что, это ужасно, ни те, ни другие не понимают. Одни не понимают, почему это ужасно, другие не понимают, почему это норма. Просто потому, что, ну, из языка исчезли такие слова, как «богобоязненность» и «послушание Богу». Ну, что тут поделаешь, мир лежит во зле. Ладно, к хорошим новостям. Не прошло и года, я помню, что год назад, когда мы сидели на карантине, ну, у нас сын заболел ковидом, и нам запрещалось выходить даже на лестничную площадку. Ну, за этим следили приложения, Роскомнадзор, Рыбнадзор, всё такое, да. И я помню, что я сетовал, а почему никто не догадался организовать шикарный бизнес по выносу мусора. У нас сидел в квартире трёхкомнатный шесть человек, и мы генерировали мусор просто в каких-то невероятных количествах. И никто не мог этот мусор вынести. Ну, то есть, мы выставили его за дверь, потом пришлось там позвонить нашим дворникам, и им платить, дворники выносили. Но сейчас теперь в Москве появился курьерский вынос мусора. Ну, это либо для тех, кто маломобилен, либо, как они сами с изрядной долей юмора пишут, для геймеров, которым некогда выносить мусор, или кто на удалёнке работает очень хорошо, ну, или люди там действительно больные, или, ну, инвалиды. В общем, курьерский вынос мусора теперь есть в Москве. Но вообще, конечно, это для семей, я бы им предложил ещё один слоган, для тех, у кого нет детей. Потому что, конечно, в нормальных семьях мусор выносят дети. Яндекс радует меня. Ну, во-первых, все уже написали и сказали про закадровый перевод видео, голосовой перевод. Привет, я Дэвид, и я веду НЛП-тим в Яндексе. Никто раньше не пытался сделать видеоперевод. Для начала... Я Дэвид, и я возглавляю команду НЛП в Яндексе. Так, почему же никто раньше не пытался сделать видеоперевод? Для начала перевод видео действительно сложный. Дублирование голосов из видео... Добро пожаловать в бесконечность. Из группы We Created EU мы изучаем образование. Привет, меня зовут Кэти Мацудо. Я дизайнер и режиссер. Я дизайнер и фильмы. Это моё студию в Хаккни-Векке. Да, я учился на магистров школе Бартлета. Я начал думать о том, как мы могли бы вести виртуальные миры в физические пространства. Но пока ещё технология, видимо, сырая. Её отрабатывают. Но вообще это, конечно, очень впечатляет. Это прям вот будущее наступило. Это означает, что уже через пару лет мы сможем общаться прям вот в прямом эфире друг с другом. Просто там держа телефон, мы будем говорить. И собеседник будет нас слышать. Можно там в полголоса бубнить. А ему будет там в наушники посылаться сразу автоматический перевод. Но, конечно, на первых порах это всё не заменит профессиональных переводчиков. Потому что профессиональный переводчик-человек, он всё-таки... Особенно если он переводит на свой родной язык и хорошо знает язык, с которого он переводит. То это, конечно, всегда более качественный будет перевод. Но со временем машины, конечно, научатся и будут переводить уже неплохо. Хотя, конечно, всё равно ещё машинный, даже текстовый перевод далёк от совершенства. Всё равно человек пока переводит лучше. Но постепенно нейросети, с развитием нейросетей, видимо, это всё будет улучшаться. И таким образом, возможно, скоро переводчиков понадобится гораздо меньше. Потому что для полуофициальных встреч, обычных бытовых встреч достаточно и робота. Ну и уж, конечно, ролики на Ютубе смотреть будет одно удовольствие с такой фичей. Пока всё это переводится только с английского, но скоро подтянутся и другие языки. И это, конечно, не может не радовать. Ну и есть ещё одна фишка, которая мне понравилась и которая у меня работает. Неожиданно Яндекс прикрутил в поиск по фотографии такой менюшку поэзии. Наводишь на предмет, и тебе сразу всплывает там четверостише какого-то стихотворения про этот предмет. Очень прикольно. Я буквально несколько предметов просканировал, прочитал несколько стихов. И я рад, что Яндекс способствует ещё и популяризации поэзии. Вот это очень приятно. Яндекс молодцы. Продолжается набор на курс конвергенции литургика канон. Это продвинутый курс для тех, кто хочет углубить свои познания в том, что такое служение церкви. Ну и курс для начинающих, библейско-богословские вебинары, которые, тем не менее, очень хорошо ставят на место мозги, расставляют по полочкам всё то, о чём христиане говорят. Но часто не очень понимают, что они говорят. А именно богословие, толкование писания, аплодетика. В общем, записывайтесь. И скоро я буду снимать уже отдельные ролики, ближе к концу июля. Поддерживайте также нас на Патреоне. Спасибо всем. Скоро уже будет 1 августа, когда спишутся ваши очередные пожертвования. Проследите, пожалуйста, чтобы у вас на карточке были деньги. И я вас очень прошу, если кто-то ещё на нас не подписан, подписывайтесь на канал, нажмите на кнопку подписаться, нажмите на колокольчик, пожалуйста, подпишитесь на нас на Патреоне. Ссылочка есть в описании, прямо вот подо мной. Зайдите туда, найдите эту ссылку, пройдите и решите, какую сумму вы можете ежемесячно, не напрягаясь, жертвовать на развитие нашего служения. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока. Продолжение следует...